noise это модификатор который имеет пожалуй самое большое значение при моделировании каких-либо природных ландшафтов или природных объектов конечно его использование не может заканчиваться только на природном можно использовать его также для моделирования тканей там каких-нибудь платочков там салфеток простыней и так дальше но чаще всего его используют именно для ландшафта после выбора этого модификатора объект точнее поверхность объекта становится очень зашумленной хаотическое искажение поверхности объекта может использоваться для создания любой неодородной поверхности тот же камень как я уже говорил раньше модификатор использует искажение по трем осям по иксу по игреку и по оси з иногда случаются такие артефакты которые только что устранил вот это потому что мы еще моделирование дня не до закончила настройка скейл то есть масштаб масштабирование определяет масштаб зашумления от очень зашумленного до практически ровного чего-то даже как я уже говорил напоминающего скатерть или что-то подобное если вот сюда ночи уменьшать это значение все получается очень-очень зашумленное давайте вернем вот вот так вот а также есть величина которая называется сид то есть случайная выборка и служит она для случайного создания эффекта чтобы постоянно вручную силу настраивать давайте попробуем сделать какие-нибудь горы меняем значение сначала очень-очень грубо очень жестоко по всем осям там примерно по по сотне поворачиваем так как нам будет удобно видим у нас полнейший хаос и теперь меняем значение скейл большим вот и видим что у нас получился такой себе эффект летящий скатерти вот очень красиво также есть можно поставить еще не галочку возле фрактального искажения она нам добавляет параметр прогноз то есть шероховатость и и трейшинс то есть количество а точнее количество искажений вот благодаря параметру прогноз можно мало давайте немножко по другому начну заново значение вверх так как я уже говорил что я хочу попробовать сделать горы я буду менять значение по оси z вот я выставил на примерно 100 теперь я меняю случайное значение выбираю увеличение то есть растягивание добавлю шероховатости максимум это значение 1 пока не можно немножко сместить все по разным осям и получим приблизительный желаемый результат можно будет только немножко все это сгладить и увеличить еще по оси z и это примерно то что нам нужно было теперь выберем сферу и сделаем камень вот самая обычная сфера 50 сегментов давайте поставим 80 конвертируем в редактируемый полигон теперь немножко из казино и и точнее тоже сфера вот и получим вот такую вот штучку немножко и все же вот так достаточно теперь применяем noise изменяем ее по оси x по оси y по оси z и наша сфера превращается в что-то очень непонятное такая метаморфоза с ней происходит немножко меньше наше значение вот получается вот такой вот небольшой булыжничек красивый добавим фрактал добавим шероховатости увеличим значение скилл делаем настолько сглаженный булыжничек насколько нам нужно и для того чтобы в сцене можно было поставить несколько камней но постоянно каждый не моделировать можно их просто скопировать и каждый новый и в каждом новом менять значение сид там 31 32 33 без разницы как вам удобно таки делаете и получается у вас одной баланки получается сразу несколько элементов сами Продолжение следует...